Здравствуйте, дорогие зрители Живого ТВ и слушатели Живого Радио. В эфире программа «Театр наизнанку». Я ее ведущая Каэля. Я думаю, что все бы узнали одну из самых красивых арии-мюзикла Ромео и Джульетта. Это Ария «Судьба». Сегодня у меня в гостях исполнитель этой арии Эдуард Ширжевский. Эдуард, здравствуй. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень красивое название. Я уже говорил, живое радио так необычно. И на самом деле... Да, я смотрю, нас сейчас видят даже, да? Да, конечно. На самом деле все вот живее не придумаешь. Здравствуйте, добрый вечер. Для тех, кто не очень знаком с мюзиклами и не следит за последними новинками в музыкальном рынке, я скажу, что Эдуард начал свою карьеру в театре Аперетто в мюзикле «Ноттердам де Пари» в роли капитана Феба. Эдуард, скажи, пожалуйста, каково начать с таких вот великих вещей? Ну, это здорово. Это счастье на части таких великих вещей, как «Ноттердам». Я до сих пор люблю, являюсь фанатом этого спектакля, самые приятные воспоминания, связанные с этим спектаклем. И, конечно же, вот так сложилась судьба, как только я пел, да, «Судьба, судьба», что именно первый театральный спектакль, проект, мюзикл был такой, как «Ноттердам де Пари». И просто, просто лучше, наверное, не придумаешь. Для любого исполнителя, для любого актера, артиста начать с такого грандиозного спектакля – это класс. Грудиозного проекта. Да, роль капитана Феба. Я, безусловно, был очень молод. Мне было 19 лет всего, когда я сюда попал. И, да, вот эта мюзикальная школа «Ромео и Джульетта» после «Ноттердам де Пари», я даже не знаю, где я больше научился. В ГИТИСе актерского мастерства или в мюзиклах в «Ноттердаме» и в «Ромео и Джульетте». Наверное, все-таки в мюзиклах. А что для тебя значит этот жанр? Что для меня значит этот жанр? Да, мне очень интересен этот жанр. Дело в том, что спектакли драматические, я их люблю смотреть, но я никогда не представлял себя в роли актера этих спектаклей. А вот именно музыкальные спектакли, да, это мое. Особенно, когда они так хороши, как «Ноттердам», скажем, ну и «Ромео и Джульетте», я тоже, безусловно, очень люблю этот спектакль. То для меня мюзикл, да, этот жанр для меня, пожалуй, номер один, если рассматривать именно театральный жанр спектаклей. Помимо мюзикла, ты еще снялся в двух фильмах – «Па» и «Новогодний романс». Да, это был такой эксперимент, очень… такой необычный эксперимент. Я одно время даже подсел на съемки в фильмах, потому что, вы понимаете, так случилось, что это был, по-моему, 2004 год или 2003, я уж не помню. И получилось так, что встык два этих фильма. Один закончился, начался другой, следующий. И мне очень понравился этот процесс съемочный, но как-то дальше не сложилось. Я не хочу комментировать эти фильмы, да, хотя мне они очень дороги, но я не считаю, что я могу этим гордиться, потому что это были такие первые работы, в которых я просто учился и пробовал себя. Но, тем не менее, музыкальная деятельность и эстрадная деятельность, и мюзикльная деятельность – это мне, конечно, безусловно, ближе, чем кинематограф. А что для тебя конкретно значит роль Ромео? Что она тебе дала? Что значит роль Ромео? Да вы знаете, наверное, каждый артист мечтает в этом возрасте, на этом этапе сыграть Ромео. Ну, это классика. Я помню, даже зашел Певцов в гримёрку после премьеры и сказал, знаешь, я тебе даже завидую, потому что, вот, как я уже сказал, каждый мечтает сыграть роль Ромео, и я очень хотел в своё время сыграть Ромео. И, наверное, ты счастлив, да, что ты играешь в таком спектакле эту роль? Я сказал, да, безусловно. Сказкой на мотоцикле приехал. А ты сам по жизни Ромео? Ну, время идёт. Наверное, всё-таки я становлюсь в чём-то более циничен. Конечно, когда я репетировал эту роль, когда мы начали играть спектакль, я был ещё моложе, на три года, безусловно, да, я совпадал очень. Мне эта роль была очень органичной, я чувствовал себя очень органичной в этой роли. Знаете, мои длинные волосы были, всё, я отрастил их, они бились, такая романтика. Да, безусловно, я ощущал себя Ромео, и эта роль мне очень многое дала в жизни, и, собственно, то, чем я сейчас занимаюсь, сольным творчеством, проектом. И люди, которые меня заметили и начали заниматься мной, и начали, так скажем, поверили в меня, это всё, безусловно, благодаря Ромео и Джульетти, потому что увидели они меня именно там. А в каком бы проекте музыкальном хотелось бы принять участие? В мюзикле? В мюзикле? Да, есть такая роль в мировом мюзикле, которую бы тебе хотелось играть? Есть роли, которые мне нравятся, но нет, не хотелось бы мне сейчас, честно могу признаться, в мюзикле играть, может быть, на данном этапе не хотелось, но обязательно захочется, я уверен. Но вот в данный момент времени я всё-таки очень настроен на то, чтобы воплотить свою мечту, так скажем, в жизнь. Всё-таки записал я сольный альбом, наконец, наконец это случилось, я об этом мечтал, если честно. Я на протяжении всей своей работы в мюзиклах неустанно, не переставая, трудился над тем, чтобы создать всё-таки что-то своё. Написать песни, написать музыку, и, наверное, у меня это получилось. Так что нет, мюзиклы, это может быть в перспективе, я к этому и вернусь, пока всё-таки сольное творчество. Примия от меня очень удачное название для первого альбома. Ну да, оно как-то так родилось, спонтанно, и на самом деле одноимённая песня в альбоме, тоже она называется «Примия от меня медленная». Спасибо. И слова «Музыку» ты пишешь сам. Да, так получилось. Причём мы не ставили это самоцелью писать и музыку, и слова, чтобы так было, как оно получилось. Мы работали с композиторами, мы работали с авторами, с людьми, которые пишут тексты и так далее. Но почему-то ничего дельного не получилось. Вы знаете, видимо, то, что мне хотелось петь на тот момент, ничего такого я не услышал и не увидел. Ну дай бог, впереди, опять-таки, я не говорю, что буду петь только свои песни до конца жизни, это же надо быть очень талантливым человеком, чтобы себе писать всё время. Нет. Ну, найдём материал, который будет по душе и который понравится. Думаю, все наши зрители и слушатели узнали эту композицию, так как она сейчас очень активно ратируется по музыкальным каналам. На неё снят клип. Эдуард, расскажи, пожалуйста, поподробнее про съёмки клипа. Клип, мы, знаете, мы его вынашивали очень долго, готовились к тому, чтобы его снять. Сначала мы хотели его снять за день, но в конце концов всё это растянулось на два съёмочных дня, да, скажу нашим радиослушателям, которые, может быть, не знают, что клип обычно снимают у нас за одну смену. Ну, то есть так повелось в целых экономиях. Тем не менее, изначально мы хотели вообще снимать на 16 мм, на обычную плёночку, чтобы это всё было не слишком дорого. В конце концов, решили сделать красивую картинку, перешли на 35 мм, всё-таки решили снимать на 35 мм. И всё это растянулось на два дня, все эти съёмки. А снимали мы в Серебряном Бару, в Москве, в очень красивом доме, который нам предоставили любезно, вот, для именно съёмок. Погода была классная, всё, но это было, так скажем, незабываемо, потому что, если кто видел клип, на меня там лили воду, привезли дождевые установки, поставили, и 12 тонн воды. И, значит, эту сцену с дождём мы снимали в 2 часа ночи, я помню, и было где-то плюс 12, наверное. Вода была, естественно, холодная, да. Я помню, лили-лили на меня эту воду, сначала мы снимали общие и средние планы, это было ещё нормально, потому что там всё в движении, всё вроде бы как танцуешь, двигаешься, динамика какая-то, энергетика, да, можно и под водой. А потом, когда мы перешли к крупному плану, я вдруг, а, ещё режиссёр начал кричать, мало воды, я хочу, чтобы вода вообще лилась по лицу, чтобы это было всё прям потоками, струй воды. Достали ещё пожаротушительный такой шланг огромный и начали из него бить в небо, помимо четырёх установок дождевых машин вот этих, ещё и шланги. Ну, уже перед осенью дело было, уже листья подержались так слабенько, по листьям листья посыпались вниз, это всё было не запланировано, там на мне листики, чтобы присмотреться, и в момент динамики какой-то они слетали с головы просто, это даже всё осталось, мне не стали это вырезать, потому что такие живые моменты были. Вот, и когда начали снимать, значит, крупные планы, я вдруг почувствовал, что всё, 30-40 секунд проходит, у меня голова немеет, превращается в ледышку. Я чувствую, я стою, вот сейчас сознание я начну терять, потому что уже просто голова проморожена. И в конце клипа, когда я убегаю, значит, в Рапиде, это всё сделали, в Рапиде, я убегаю куда-то там из картинки, на самом деле я убегаю, потому что это вот тот самый момент, когда мне безумно холодно. Вот этот момент тоже вошёл в клип. Но нет, классно, снимали, вы знаете, атмосфера такая была хорошая, очень много девушек, было приглашено на съёмки в этот клип, ну, как-то так всё мило, душевно, вообще классно. Кстати, что ты говоришь, когда даёшь автограф клипа? По-моему, там даже по губам читается «Привет, как тебя зовут?», по-моему, что-то типа того. Но знаете, это как обычно, то есть вот, когда выходишь после мюзикла, допустим, встают поклонницы спектакля, и они просят автограф, ну, что ты у них спрашиваешь, тебе же надо написать их имя и пожелать что-то, да, и спрашиваешь, ну, говоришь «Привет, как тебя зовут?», она тебе говорит, допустим, «Светлана, Ирина, ты пишешь», и, да, и по привычке, просто, когда мы снимали эту сцену, я так и сказал, так и спросил. Так что это отработанное, отработанное. Эдуард, можно ли сказать, что твоя карьера развивается по западному образцу? Сначала роли на театральной сцене, потом работы с продюсером? Ну, да, если там так разбивается, по такому образцу сначала, от театральной сцене, потом работать с продюсером, то, наверное, у меня точно так все и происходит. Хотя в мюзиклах у нас тоже был продюсер, там был один продюсер сегодня, с другим продюсером работаю. А вот, чему очень рад, на самом деле, нравится мне очень сегодняшний подход к делу и как все это происходит. Да, наверное. А какова во всем этом роль продюсера? Во всем этом? Вообще, во всем роль продюсера очень велика. И в мюзиклах, и в сольном творчестве, в чем угодно, в театральной постановках, в драматических спектаклях. Сейчас так получается, продюсер нужен везде, я так считаю. Вот. Какова роль? Одна из самых главных ролей, чтобы спектакль увидели или проект услышали. А все остальное, конечно, понравится, не понравится, это уже все дело за артистами. Как они смогут, насколько они талантливы, конечно, их роль не маловажна. Ты сам пишешь музыку, у тебя есть музыкальное образование? Да, я закончил музыкальную школу, я не закончил, но тем не менее, учился в музыкальном училище. Я в театральном институте учился, но это не музыкальное, так скажем. Но надо сказать, что у меня родители музыканты, у меня папа заслуженный артист. Вот, и он певец, и мы с ним очень много занимались. В общем-то, знаете, когда живешь в такой атмосфере музыкальной, то, наверное, это, так скажем, главное образование, которое ты получаешь, именно из детства. Когда ты впитываешь это все в себя, когда ты слушаешь, как поет твой отец, допустим. Ты знаешь все романцы русские, наизусть старинные, народные песни. Я жил на Кубани, я родился в Краснодаре, то есть я знал очень много народных песен. Потом звук гармошки, крестный у меня баянист. Все это как-то впитывается, и потом у меня отец, певец, академический, так скажем, вокал, да, оперный. И все-таки техника эта, она очень дает о себе знать. Просто когда ты с детства самого слушаешь, это пение правильное, так скажем. Не то, чтобы ты перенимаешь позицию, как петь, да. Я, например, за собой замечал, что я очень хорошо чувствую именно опору, вот это дыхание, которое мой отец поет. Я прям, когда он пел, я прям замирал, задыхал, и я дышал вместе с ним. То есть пропивался вместе с ним и дышал. Вот об образовании говоря, наверное, вот это самое главное образование. А какую песню ты написал первой? Это было очень давно, ну лет 10 мне было. Я сначала, когда начал заниматься в музыкальной школе, перед музыкальной школой я еще занимался с преподавателем. Просто она ко мне приходила домой на фортепиано. Я просто писал какие-то музыкальные зарисовки. Причем было это так, я подходил и говорил, а такая музыка-то есть или нет? Да нет такой музыки. А, еще-то садился и начал подбирать, значит, это мое. То есть не знаю, как-то так мне хотелось выделиться, выпендриться, по-другому не скажешь. И начал все это писать. А потом песенки, ну, потом влюбился, да, как все влюбляются. Первая любовь, романтика, и хочется как-то все это описать, поэтично преподнести. Вот так вот и начал. Наверное, лет 10 было, как бы с текстом начал. Ну, такие смешные песни, я сейчас даже помню, что-то там. Так обидно, что хочется рыдать, но холодной зимы нам не убрать. Крики птиц нам будут не слышны, и медведи в дорогу спать ушли. 10 лет. Потрясающе. Так, мы снова в студии Живого радио. У нас вопрос в чате. С кем из коллег по мюзику вы дружите? Еще надо прочитать. Здрасте. Попробовалось в чате. Со многим очень дружу. Это как, ну, так скажем, приятно очень встречаться нам с ребятами. Очень дружу с Сашей Маракулиным, с Сергеем Ли, с Сашей Постоленко, с Мохаммедом. Не знаю, боюсь сейчас забыть кого-то, но встречаемся. Хочу их завтра даже к себе в гости пригласить. Надеюсь, получится. Да со многими, вы знаете, ну, даже с кем не общаемся вот так вот, так скажем, систематически, как с теми, с кем, кого я перечислил, все равно увидеться всегда очень приятно. Не могу ни одного человека назвать, с которым я не хотел бы увидеться из мюзиклов. Ну, то есть, как-то очень тепло, такие воспоминания, здорово. Тут же появляется еще один вопрос. Кто из музыкантов для вас является авторитетом и на кого хотелось бы равняться? Авторитетом для меня является Фредди Майеркури. Вот так могу ответить. И хотелось бы на него равняться. Причем именно с точки зрения энергетики дикой, которая из него выплескивалась, мне кажется, это то, без чего ни один концерт не должен обходиться. То есть, я в этом даже сегодня убедился. Вы знаете, вот автограф сессии, я понял, что... На горбушке сегодня я выступал. Я понял, что если бы я не потратил столько сил, если бы с меня за сегодня не стекло столько пота на этой автограф сессии, не было бы такого результата. Но дело не в том, сколько пота и чего, да? И я не хочу сказать о себе, как о суперэмоциональном артисте. Хотя надеюсь, что это так, но говорить о себе не скромно, да? Тем не менее, вот именно у Меркури я вижу вот то, что я хотел бы видеть в каждом артисте. Эту дикую харизму и энергетику, вот эту, которая плещет просто из него. Вот на него. Больше, пожалуй, сразу так не хочу ни о ком говорить. У нас еще по СМС пришло два вопроса. Первый. Есть ли на твоем первом альбоме у тебя любимая песня? Да, есть. Бог с тобой песня. Она у нас прозвучит, я надеюсь, да? Да, обязательно прозвучит. И еще вопрос был. С кем бы из российских исполнителей, может быть, и с коллег по мюзиклу тебе бы хотелось записать дуэт? Не знаю. Честно. Ну, это не обязательно девушка, может быть. Это может быть и мужчина. Можно красиво спеть дуэтом вдвоем с мужчиной, да? Вот, кстати, так, кто же это у нас пел? Гару. Гару с кем только не помню. Дуэтом спели обалденную просто песню, красивую песню, просто о дружбе. Да? То есть ничего не подумайте, то есть там всякие... У нас же как сейчас настолько опошлено все, что если дуэтом поют мужчины, то это уже ага, там, наверное, что-то не так, наверное, что-то у них есть там. Да нет, вот как-то все это неправильно так думать. А с кем хотел бы спеть? Ну, Теонку Дольникову очень люблю, уважаю, вообще красавица просто. Света Светикова молодец тоже. То есть, может быть, когда-нибудь. А есть ли у тебя любимый актер? Любимый актер. Конечно, есть их очень много, любимых актеров. Вы знаете, ну, вот из русских, конечно же, русские артисты. Хотел бы сказать о Николае Караченце, Николае Петровиче, да, вот я с ним снимался в фильме, я знаю также многих еще артистов, и лично в том числе. Но вот здесь такое было сочетание профессионализма, именно с точки зрения актерского мастерства, и в то же время человечности. Вот он какой-то такой простой, когда мы ждали его на первый съемочный день в кинокартине «Па», мы думали, что приедет сейчас звездный актер. Ему там приготовили VIP-гримерку, которой была совсем другая еда, нежели у нас была. Это все было естественно до тех событий страшных, которые с ним произошли. Когда он приехал, он вдруг туда зашел, вышел и сказал, ребята, да мне там скучно одному, можно я с вами буду? Дайте мне хлеба, передайте мне хлеба. И мы вдруг начали, зажим начал уходить потихонечку. Вот вы знаете, как-то меня это так поразило. Потом у нас были съемки с ним на катере, мы снимали фрагмент, по Москва-реке плыли, где-то в Подмосковье было. Шли, в смысле, не плыли, а шли, правильно говорить. И он спал бы так, свесился, значит, куриц стоит. И вдруг мы проезжаем каких-то рыбаков. И он, ребята, ну че, клюет, нормально все. А они смотрят на него, а мы проплывали буквально в 10 метрах. Смотрят Караченцев, ой, привет, привет, здорово, она клюет или не клюет. Настолько какая-то вот открытая душа, вы понимаете, настолько я редко это встречаю в нынешнем поколении. Ну и как-то вот все немножечко замученные какие-то, что я не знаю. А я не говорю именно о профессиональных чертах. Есть, безусловно, такие талантливые артисты, Ленч. Ну вот, как-то, знаете, когда сочетается вот эта человечность с профессионализмом, со звездностью, вроде бы он безумно известный артист. И вот оставаться таким, да, это дорогого стоит. Поэтому я оценил я его в съемочном процессе, один дубль, второй технический, просто на всякий случай. Это, конечно, класс. По-моему, больше трех дублей не видел, чтобы он снимал. Эндвард, откуда берутся такие романтические и в то же время необычные образы? Бог с тобой, Бог с тобой не забыть тебя никогда? Вы об этом? Нет, вообще. Вообще об образах? Во всех песнях, да. Я вот говорю, надо быть влюбленным постоянно в жизнь, во всем, в каждый день, да. Мне кажется, без этого никак. А что любовь именно для тебя? Ну вот все, вы знаете, я был в одной программе сейчас в Казани, там на местном телевидении. И как выяснилось потом, мы говорили, 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 а у нас сегодня тема программы памятники. Я так подскочил, он говорит, ну вот кому бы вы памятник возвели? Я говорю, а можно чему бы? Она говорит, конечно можно, я говорю, тогда давайте возведем памятник любви. Вот, поэтому все это для меня. Я говорю, можно же любить не только, ну, любимая девушка, да, но можно любить не только ее, а свое дело, то, чем ты занимаешься, получать это огромное удовольствие. Поэтому давайте возведем памятник любви, будем добрее. Сейчас остро обсуждается вопрос о запрете использования фонограммы. Что ты можешь сказать по этому поводу? За или против? По поводу фонограммы. Конечно, недопустимо артисту петь под фонограмму. Я имею в виду под плюс. Минусовую фонограмму принимаю, прямо скажу. Пусть она остается, потому что даже сталкиваясь с заказчиками, которые хотят пригласить на концерт, не у всех есть, так скажем, возможность потянуть в целый коллектив музыкантов, финансовый перелет, проживание и так далее, артисты хотят все равно, чтобы он приехал, чтобы сделал концерт. Я считаю, что нельзя назвать халтурой работу под минусовую фонограмму. Тем более, что в мюзиклах мы работали под минус, и в Нотр-Даме, и в Ромео Джулейце у нас не было живого оркестра. То есть мы все равно на все сто отдавались. Другая есть точка зрения. Да, конечно, фонограмма не должна существовать полностью, в принципе не должна существовать. Но это, наверное, должно относиться к живым концертам, когда, допустим, висят афиши, да, приезжает артист. Он обязан делать все вживую, все. Но другое дело, когда вот приезжаешь ты на мероприятие, в котором ты принимаешь участие, вот, либо как ведущий, плюс поешь там 2-3 песни. Ну вот был, вот я вернулся сейчас из Казани, да. Был плохой звук, на самом деле, очень плохой звук. Мы делали саундчек, мы пытались его отстроить. Я не знаю уж в чем там проблема. Мониторы мы вроде бы отстроили, на выступлении они не работали. Тем не менее, пел я под минус. И начали заводиться безумно микрофоны, да, и звукорежиссеры. И звукорежиссеры не может сразу что-то сделать. Ну, не предназначено это мероприятие под живое исполнение. И после этого я задумываюсь тоже, зачем я так дискредитирую себя, пою там вживую, несмотря на то, что там нет возможности для этого. Значит, либо надо вообще песни убирать, да, из программы, либо если все-таки тебя просят, то ставьте, пожалуйста, плюс. Потому что там 10 телеканалов, там куча прессы и журналистов. Либо я просто отказываюсь петь, да. Ну, может быть, еще другой разговор, что вообще отказываться петь под фонограмму. И, скорее всего, это будет правильно. Тем более, вот, мюзикальным артистам это уж не привыкать работать вживую без фонограммы. Я уже рассказывал, были случаи, когда нам говорили, «Ребят, не позволяйте технике, спойте, пожалуйста, под фанеру». А мы говорили, у нас нет плюса, настолько минус без голоса, потому что мы не привыкли мы. Вот такой ответ. Да, наверное, в целом, если подвести итог, то против. Так, и что касается бальных танцев. Ты же кандидат в мастера спорта по бальным танцам. Ну, да, я танцевал, на самом деле, очень долго. Вот как раз, когда влюбился, пошел на танцы, чтобы танцевать с одной девушкой. Так получилось, затянуло так, что это стало чуть ли не главным занятием в моей жизни. Каждый, буквально каждые выходные я ездил на турниры, выступали активно. Да, да, класс, я дорос, дальше уже мастера спорта идут. Ну, потом переехал в Москву, поступил в ГИТИС, пришлось все это дело бросить. Но, тем не менее, по-моему, отличная школа для деятельности, которой я занимаюсь. И у нас наши зрители, слушатели просят что-нибудь спеть вживую. Так, вот еще там, я читаю, да, сейчас обязательно что-нибудь споем. Такой мюзикл, это мы пропустили? Да. Ладно, ладно, на этот вопрос вы уже фактически ответили. Или вы хотели задать его позже? Нет, можешь ответить, что... Я, собственно, знаете, сразу отвечаю на этот вопрос. А скажу, что Натурдам любимый мой мюзикл, испоставленный в нашей стране, из него вот как раз напою. Споем «Белль», давайте, да? Наверное. Сон, светлый счастье, сон мой, Эсмеральда. Сон, грешной страсти, стон мой, Эсмеральда. Он сорвался с губ и покатился камнем вниз. Разбилось сердце белокурой флёрдый лис. Намажут, что надо прекращать эфир. Я так понял, у нас нет времени. Ну ладно, на самую высокую часть перейдём в следующей программе. Дорогие слушатели, зрители, у нас заканчивается, к сожалению, эфирное время. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего, спасибо, спасибо, что слушали нас. До новых встреч. До новых встреч.